Здравствуйте, это Игорь Виталь и Парадокс с Игорем Витальем на волнах Финам.фм 6510-99,6. Наш телефон код города 495 или на странице финам.фм пишите на странице нашей программы Парадокс. И сегодня у меня в гостях адвокат московской коллеги адвокатов Олег Шерзахидов, вместе с которым мы будем рассказать все страшные тайны адвокатского бизнеса. И наверняка вам есть, что нам сказать или написать все, что вы хотели сказать о юристах. Только помните, что буквально пару дней назад президент подписал закон об отмене нецензурных выражений, скажем так, в средствах массовой информации. Поэтому старайтесь держать себя в руках, а то я вдруг не сдержусь, я тоже протранслирую. Добрый день, Олег Шерз. Да, всем добрый день. Олег Шерз, вопрос-то главное. У нас вообще существует некий конкурентный рынок. Ведь на самом деле очень любят у нас юристы, говорят, что судебный процесс это соревнование, это соревновательный... Состязательный. Состязательный процесс, да. Я все время общаюсь с вами, как-то путаю термины. То говорю, что адвокатов нанимают, то, что это соревновательный... Ну, неважно. Да. Мы понимаем, да, что это как бы состязаются стороны. Обвинение, защита. Ну, и судья, с кем мы видим, мы тоже вступим. Да, и по общему смыслу есть действительно состязательность, потому что суд у нас должен беспристрастно взирать на эту состязательность и выносить свое решение, руководствуясь законом и совестью, как говорит закон. Но дело все в том, что адвокатская деятельность у нас регулируется законом об адвокатуре, конечно же, кодексом профессиональной этики адвокатов. Вот два судьбоносных документа, и, казалось бы, все должно быть просто и понятно. Но есть громадные изъяны вот в адвокатской деятельности, и много стереотипов и иллюзий, касающиеся некой гламурности, такой вот закрытости, элитарности. Это тяжелая работа, часто неблагодарная, неоднозначная, действительно с огромными продукциями. Неблагодарная, в смысле, что не платят, что ли? Да, с клиентами часто возникают огромные сложности, клиенты жалуются, и могу сказать, что вот совет адвокатской палаты буквальным образом завален жалобами на адвокатов. Там сидят люди, которые разбирают дисциплинарное производство, если доходят до тяжелых обвинений, то, в общем-то, лишают статуса и так далее, и так далее. Вот хорошее, что действительно есть закон об адвокатуре и кодекс профессиональной этики, где, казалось бы, разработаны правила игры, определено понятие адвокатского статуса, что юрист это не есть адвокат, а адвокат у нас всегда профессиональный независимый защитник. Но дело все в том, что есть понятие защиты интересов, а есть понятие представительства, вот как оно указано в Гражданском кодексе, а представителем у нас может быть любой. Вот даже моим представителем может быть уборщица, если я пожелаю ее взять, и она пойдет в суд, я ей напишу доверенность. Нет, это просто представитель под видом доступа к правосудию, защиты правосудия, любой может быть защитником любого. И вот эти дыры позволяют, приводят к тому, что на сегодняшний день колоссальное количество жулья, я подчеркиваю, жулья просто работает, если это можно назвать слово, работает на рынке юридических услуг. И доверчивые, неискушенные граждане, потребители, доверители, которые приходят за помощью юридической, скажем так, в широком смысле слова, они просто становятся удобной мишенью жулья этого. А как распознать? Что должно быть у настоящего адвоката? Вот по замыслу разработчиков закона, Резник, к сожалению, не додавил эту норму, может быть сил не хватило, может быть что-то еще. Вообще мыслилось, что юридическую помощь могут оказывать только адвокаты, либо юрисконсульты, которые работают в организациях и учреждениях, скажем так. А получается, что наряду с адвокатами юридическую помощь может оказывать да просто кто угодно, даже не надо иметь никакого юридического образования, все что касается арбитражного, административного, гражданского судопроизводства. Слава богу, что в уголовном судопроизводстве оставили вот близких родственников, которые могут там защищать по некоторым составам преступлений, и адвокатов, которые защищают по ордеру. А как, ну, еще раз, значит, я хочу пригласить адвоката, условно, я. Да, вот ты хочешь пригласить адвоката, соответственно, ты идешь в интернет либо к своим друзьям, либо еще куда-то, приходишь к коллеге и говорит, вот я хочу. Не-не, вот без коллеги, вот мне говорят, вот есть хороший адвокат, он передает мне визитку, но не написано. Ну, хорошо, это называется, адвокат. Да, это называется сарафанное радио. Вот адвокат, это человек, у которого есть статус, то есть у него есть удостоверение адвоката, он сдал адвокатский экзамен, он состоит в каком-то адвокатском образовании, он платит взносы, и он дорожит своим. А где он должен состоять? Так проверить это как можно? Коллеги адвокатов, адвокатский бюро, либо просто адвокатский кабинет, как мы говорим, сам на себя работает, никто ему не нужен. Ну, хорошо, я сегодня могу там открыть адвокатский кабинет. Имею право? Ты нет. Почему? Потому что надо, чтобы ты получил статус адвоката. То есть у тебя должен быть стаж по сегодняшнему правилу. Где это фиксируется? В законе об адвокатуре. Нет, где я могу проверить? Где я могу проверить, что ты адвокат? А, если мы говорим о Москве, то палата адвокатов города Москвы, на сайте палатов, есть реестр адвокатов. Ты забиваешь там Захидов Алишер Ельдаремович. Пожалуйста, высвечивается мой номер 9490, моя фотография, где я был, где я служил, где был, там работаю и так далее. То есть проверяют мой статус. Московская палата адвокатов? Ну, в данном случае, по мне, да. А там другая палата, другая палата и так далее, потому что действительно Лжедмитрий тоже здесь встречается, и вот были разоблачения там недавно. А помимо адвокатского статуса у нас есть просто юристы или представители, коих в Москве сейчас тьма, и вот они работают в разных конторах, которые оказывают, скажем так, юридическую помощь, и ходят в суд по доверенности. Ни за что не отвечают, ни за себя, ни за что, и зачастую просто обманывают и дурят доверчивых граждан. Ну, например, говорят, адвокат никогда не должен давать заранее обещанный результат, скажем так. То есть, когда приходит клиент, естественно, он смотрит на тебя и ждет какого-то позитива от тебя, но ты должен честно говорить, что да, это дело имеет юридическую перспективу, или я... А вот мы выиграем это, вот, Алишер Юрьевич, я говорю, я не могу дать, я же не Кашпировский, чтобы давать такие результаты, но я могу гарантировать честное исполнение своих обязанностей. Либо, если я вижу там правую перспективу, я могу. А вот всякого рода жулье, она говорит, да, мы выиграем, мы их порвем на пиксели, мы все решим, у нас все получится, и с вас там 100 тысяч рублей. А второй вопрос, а я эти деньги верну? Конечно, вы вернете эти деньги, да нет вопросов. И доверчивый человек там зачастую, ну вот сейчас лишили одного статуса, она вытянула с клиентки там 800 тысяч рублей. Даже такие вот вещи бывают? Знаешь, а меня на самом деле нет, даже пугает. Ну, с жульем-то еще как-то можно разобраться. А никак ты с ним не разберешься, в том-то и дело. Ну, не нанимай, вот сейчас мы рассказали, люди пойдут, посмотрят и не будут нанимать жулье. Вот прачку можно нанять своим представителям, и она может пойти и защищать тебя в суде. Это называется доступ к правосудию. Знаешь, меня вот волнует совсем другое, вот из них перебью. Любой адвокат со статусом, без статуса, в той ситуации, в той студентной практике, которая сложилась у нас в стране, к сожалению, не является гарантией того, что он сможет достойно защитить твои права. То есть как раз жулик, к которому есть доступ, может быть, неофициальный к судье, гораздо более может быть эффективен. Это отдельная проблема, и действительно, что, правильно говоря, что тот, кто носит деньги судье, тот, кто носит деньги следователя. Вот это и эффективный адвокат. Да, да, да. То есть вот это называется у многих по понятиям хороший адвокат. То есть он должен иметь выход на судейство, он должен выход... Ну, вот это все к вопросу о коррупции, по большому счету. Ну, вот я просто говорю о тех болевых точках, которые на сегодняшний день... Вот эта вот такая конкуренция ведет к сумасшедшей девальвации адвокатского и обесцениваемой адвокатской работы, адвокатской стезии. Потому что параллельно с адвокатурой вот есть желающие легкого сшибания денег, безответственного отношения, и зачастую откровенного непрофессионализма, непонимания смысла вот юридической работы. Вот это вот большая дыра и вот это большая проблема. Я еще подчеркиваю, что вот если бы некоторые положения Гражданского кодекса привели бы в соответствие с теми нормами, что юридическую работу в судах могут вести только адвокаты, только на основании адвокатского удостоверения, только на основании ордера, который прикладывается и показывается судье вместе с удостоверением, я вас уверяю, вот колоссальное количество жулья бы просто исчезло. Может быть, вот додавят эту норму и проведут. Это я тоже поддерживаю, но опять-таки я бы хотел вернуться к состязательности процесса. И вообще, как в наших условиях защитить свои права, и понимая, что ты идешь в суд, имея хоть какой-то шанс. В стране, где, не дай бог, сейчас вот про уголовное будем говорить, процент оправдательных приговоров составляет, по-моему, менее... Да, 2-3 процента. Ну, вообще, я видел, что менее процента. Ну, да, да. У нас сейчас, кстати, хорошая возможность по оправдательным приговорам, это вот та статья, которая введена в 128.1 за клевету. Вот всякую ере сейчас идет волна вот клеветнических, псевдоклеветнических процессов. Люди путают, что такое клевета и оценочные мнения и суждения. Вот получаются оправдательные приговоры с лингвистической экспертизой, все хорошо, и вот, в общем-то, это идет, конечно, в зачет вот этой общей статистики. Да ладно, а если как бы... Ну, ты же понимаешь, что в основном там за клевету идут люди подавать, которые знают, как возбудить правильно уголовное дело. Ну, Игорь, я тебя увеляю. Вот у меня сейчас есть один процесс за клевету, два оправдательных приговора. Человек путает сведения, которые порочат... Сведения, которые есть факты объективной реальности, которые подлежат проверке и опровержению, и путают оценочные мнения и суждения, кои, как говорит Пленум, разрешены в демократическом обществе. Слушай, а все-таки, знаешь, для меня вот это оценочное мнение и суждение, это всегда была такой загадкой, это я не могу как-то разъяснить. Ну, что такое оценочное мнение? Он говорит, это бабник. Три мужика встречаются, говорит, бабник. Ну, какой ты бабник, у тебя только одна любовница. Вот Колька бабник, а почему Колька бабник? А у него пять любовниц. Серега приходит и говорит, не, это не бабники, вы все честные мужики, а вот я бабник, у меня 20 любовниц, и это только в Москве, а одна всех. То есть это оценочное мнение, как понять, что такое бабник? Или, например, сказать, там, сутяжник, да? Ну, извини, пожалуйста, вот я тебя, я публично тебя назвал, там, вот, допустим, сейчас вот выступать. Это сейчас для следственного эксперимента. Я тебя вот сейчас называю бабником, да? Да. А после выпуска новостей ты мне будешь объяснять. Опять же, это же прозвучало на всю страну. Попробуй оправдаться. Вот буквально через минуту продолжим. Хорошо. Добрый день еще раз. Это Игорь Виталь, продукт с Игорем Витальем. Продолжаем с адвокатом Алишером Захидовым обсуждать юридические перипетии о различных дел и кровавый бизнес адвокатов. Кстати, сколько они за это получают, мы тоже об этом поговорим. Так вот, я, значит... Тебе понравилось это слово, бабник, да? Неважно. Я вот сейчас в эфире, опять же, другие слова запретил нам, товарищ Путин, говорить в эфире, а то бы я тебе другим словом... Ну почему? Давай другое слово. Неважно. Хорошо, я тебя назвал бабником. Хорошо. Вся страна услышала, Финам ФМ слушает много. Ты приходишь домой, и вдруг обнаруживаешь пустую квартиру записку от жены. Алишер, я на тебя ушел, потому что ты бабник. Понятно. Ну, это было мое оценочное суждение. Я вот считаю, что ты бабник, а от тебя из-за этого ушла жена. За что меня судить? А может быть, мне тебя благодарить за это? Да, я в этот момент слышу звук захлопывающейся двери в твоей квартире. Ну, давай слово попроще выберем, например... Не важно, как я тебя назвал. Я тебе хочу сказать, распространение обязательно в статье, как говорит о том, что необходимо установить фактор распространения, то есть публичности в средствах массовой информации, везде по радио, по телевизору, в интернете. Вот если это за столом где-то происходит, это не будет клевета. В лучшем случае это можно перейти на оскорбление. Но когда это все говорится в средствах массовой информации, то проверки подлежат факты, которые либо были, либо не были, скажем так, в объективной реальности. Но это уже детали, я думаю, навряд ли многим нашим... А почему нет? Понимаешь, на самом деле сейчас очень многие столкнулись. Ну, например, в интернете нужно... Хорошо, хорошо. Ну вот не будем показывать пальцем, называть фамилии. Например, о ком-то сказали, что он украл, по радио или по телевизору сказали, что он украл 10 миллиардов рублей, да? Вот он факт. Значит, если человек обиделся и готов защищать свою репутацию, потому что он крупный чиновник, ему хочется дальше... Я бы гордился. Да, служить на благо Отечества. Вот он будет подавать на клевету и подает. А вот этот украл 53 миллиарда, да? Соответственно, что ему остается доказывать, что он ничего не украл, открывать свои счета, звать свидетелей, привлекать другие доказательства и так далее, и так далее. То есть, если люди не наплевать на свою репутацию, честь, достоинство и доброе имя. Поэтому тут дело и вкуса каждого. Если он считает нужным заниматься опровержением, да, ну, понятно, что никто не говорит, что надо там брать биту и идти. Почему? Выяснять, что у нас на дворе 13-й год, общество цивилизованное, все люди грамотные и так далее, и так далее. Хотя некоторые берут и биты, но это уже у нас другие статьи, там 105-й, 111-й и так далее. Получается. Вот. Поэтому, конечно, действительно, нам сейчас запретили нецензурную брать в средствах массовой информации. Может, там и хорошо. Меня другое, кстати, интересует. Бог с ней с нецензурной братью. А вот принятый буквально вчера закон об оскорблении чувств верующих. В первом чтении маленькая поправка. Пока что он идет по накатам. Ну, это понятно, после определенных событий, вот, храма Христа Спасителя, да. Так нет, опять-таки, зная нашу, не то, что наше право применения, а вообще, как бы, политизированность некоторых законов, мне кажется, что под этот закон можно подвести вообще все, что угодно. Ну, согласен, согласен, согласен. И вот это сейчас под это многие наши радиослушатели тоже могут попасть. Сейчас будет наверняка уголовная ответственность, введена новая статья Уголовного кодекса, административного кодекса, обязательно, вот, если про оскорбление чувств верующих. Ну, опять, вот, правильно ты говоришь, конечно, здесь политики больше, потому что никто не говорит, почему-то, о других ужасных, вопиющих фактах осквернения церквей, предметов культа, более ужасных, чем то, что вот было недавно. И как-то вот именно вот этот факт вышел на первый план. Конечно, это доказывает лишь только то, что здесь политики больше, чем оскорбление реальных чувств верующих. Один мой коллега в таких случаях говорил, я дадим, всегда издавался, говорит, сейчас я тебе задам очень жесткий вопрос. Просто вопрос-то не жесткий. Знаешь, меня, на самом деле, я, к сожалению, тоже сталкивался с это практически на своем опыте, занимаясь, я ненавижу, говорит, слово, правозащитная деятельность, ну, помогая некоторым людям. Благородное, благородное. Нет, дело не важно, что. Знаешь, у меня возникает ощущение, сейчас без обиды, только на сушу это не воспримей, огромное количество адвокатов в политические и социально значимых делах, это чистый пиар. Зачастую это люди, не выигравшие ни одного процесса, они просто берутся за все громкие дела, они дают интервью, на выходе выходит пшик. Я, кстати, в данном случае, раз уж мы заговорили, говорю об адвокатах Пуссера, это мое оценочное мнение, и еще не буду, пока люди там некоторые сидят и надеюсь, что скоро выйдут, не буду говорить об их адвокатах, но у меня возникает, знаешь, адвокат дьявола, это не тот, кто защищает дьявола, а в данном случае просто работает на противоположную сторону, вольно или невольно. Ну, согласен, действительно, вот опять возвращать кодекс о профессиональной этике адвоката, это беспристрастность, это этические нормы, что нельзя защищать интересы лиц, которые противоречат друг другу и так далее, и так далее. Ну, просто, если говорить о резонансных общественно-политических делах, то многие дела-то просто затеваются именно для того, чтобы привлечь к себе внимание. И там, может быть, кто-то и думает о том, что там дойдет до какого-то удовлетворения от этих дел, ну, вот создать, по принципу, кто громче крикнет, вот крикнули они там, создали некую ситуацию, да. Ну, эти-то, да, адвокаты здесь причем, пиарятся на всем этом адвокаты? Адвокат пиарится, действительно, ну, адвокат, он просто по натуре свой публичный человек должен быть, по крайней мере, да, и работать, в общем-то, он на виду, и должен быть готов к там, к разным ситуациям. Нет, ну, есть, извини, перебью, но есть адвокаты, которые, да, пиарятся. Правильно, правильно ты говоришь, есть, конечно, факты злоупотребления. Если ты будешь выступать в каждой передаче и будешь пиарщиком, но при этом я смотрю твой послужной список и вижу, так, Алишер выиграл это дело, это, к сожалению, заводил, вот это выиграл, это выиграл. Согласен, 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 да, действительно. А тут я смотрю на этих адвокатов, думаю, ребята, а зачем вы их нанимаете? Ну, ты сам ответил на свой вопрос, вот представь, ты в данном случае просто обыватель, да, человек думающий, человек думающий, и, соответственно, увидев вот это, ты просто оценил ситуацию, ну, видишь, да, это пшик, это лишь только пустая волна, которая сейчас быстро усядет и так далее, и так далее. Потому что, конечно, в основе должна лежать всего профессиональная квалификация человека, если он не знает законов, не знает всей динамики, не знает целостность системы, ну, это видно, это просто болтология пустая, которая, в общем-то, быстро себя обнаруживает. Ну, что сделаешь, вот мы, люди-ка, на виду, общество самооценивает, кто есть кто. А расскажи по деньгам, мне, кстати, ужасно интересно, потому что ты же, помимо всего прочего, еще юрист общества защиты правопотребителей. Был, был, когда-то был, да, был, когда-то мы с тобой так познакомились. Но мне вот интересно такой момент, во многих странах, там, где мне суждено было бывать же, жить, я видел правоприменительную практику, естественно, там иногда доходящие до анекдоты, я считаю, что, конечно, смех сквозь слезы, но люди, тем не менее, могут засудить компанию за реальный или даже мифический ущерб. У нас не то, что репутационных рисков нет, у нас нету никаких рисков. Они будут. Степашин вот сейчас обнародовал вторые поправки к гражданскому кодексу. Действительно, вторжение в жизнь организации, в частную жизнь теперь уже будет в недалеком будущем не пустой звук. Идут большие изменения. Скорее всего, будут водиться такие диковинные документы у нас, как охранные грамоты, добрые имя. Уже будут стоить не тех мифических денег, которые сегодня предусмотрены по компенсации морального вреда. Я понимаю, о чем ты говоришь. А какие могут быть реальные деньги? Ну, понимаешь, вот смотри, какие будут, я пока тебе не расскажу, что сейчас есть. Значит, вот у нас такая практика идет, что считается, что моральный вред, ну, это как бы да, вот вина установлена, и давайте дадим моральный вред. Я сейчас говорю по гражданской юрисдикции, например, не по уголовной. Там компенсация морального вреда, например, за трупы, это сегодня порядка 600-700 тысяч, до миллиона, скажем так. Ну, мы не будем брать. Да, да, вот давай по гражданским делам. Ну, вот это 99% это до 50 тысяч рублей. До 50 тысяч. Порядок. Поэтому переходим к моему первому вопросу. Адвокатское вознаграждение. Адвокатское вознаграждение, это, пожалуй, самый интересный, самый специфический вопрос в адвокатской работе. Во-первых, нет норм и правил. Нет, ну, примерно. Чтобы люди ориентировались. Я вот нанимаю адвоката, ориентирую. Прости, пожалуйста, приглашаю адвоката. А я тебе, кстати, объясню, и многим другим, почему слово приглашаю. Значит, почему нельзя говорить адвокатов нанимать? Потому что адвокаты приглашаются по гражданско-правовому договору, где равенство сторон. Нанимают у нас работников по трудовым отношениям, а закон запрещает адвокатам работать в статусе наемного работника по трудовому договору по трудовой книжке. Мы можем подписывать адвокатское соглашение, как гражданско-правовый договор, определяем права и обязанности, ответственность, конечно, сроки и объем поручений. Вот и вот оно и все. Можем расстаться, могу частично деньги вернуть, могу там не вернуть, если считаю, что отработал. И жаловаться на меня там надо в адвокатскую палату, в Минюст. Ну, кстати, вот один на меня пожаловался даже ФСБ. Зачем ФСБ пожаловался, я просто даже не могу понять. Ну, они все спустили в палату, я там отписался и так далее. Ну, проверить мой диплом, что я лжедмитрий, что я там один, два, три, четыре, пять. Не хочу сейчас пиаром заниматься, не об этом речь. Значит, сколько стоит адвокатская работа. Ну, вот иск написать, если говорить просто по дискретным каким-то моментам, ну, иск написать по гражданскому делу там три, пять, семь, десять, двенадцать тысяч. За процесс иногда берут, это в среднем тридцать, сорок, пятьдесят тысяч, шестьдесят тысяч рублей. Адвокат, помимо собственного оплаты за свою работу, вправе говорить еще о вознаграждении по итогам. Да, вот некий гонорар в результате, если дело выиграно и дело сложилось так, как хочет клиент. Вот это все еще обговаривается, но лучше, конечно, договариваться на переправе, потому что могу с прискорбием сказать, что к адвокатам часто бывает потребительское отношение, то есть ты нужен, пока ты нужен, как только дело сделано. Ой, 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 ой. Да, спасибо. Ой, ой. Не, ну, правильно. Ты знаешь, опять-таки, возвращайся, опять воспримей ты на свой счет. Вот не веришь ты мне, а я тебе это говорю. Нет, я не тебе не верю, но просто существует мнение, к сожалению, это я пребываю с другой стороны, баррикад отчасти. Да, да. Я вот часто пользовался услугами различных юристов в разных странах мира, там, по роду деятельность. Я, опять не восприми на свой счет, ладно? Хорошо, хорошо, хорошо. У адвокатов обычно пропадает интерес клиенту в тот момент, когда деньги переходят из рук в руки. Это две стороны одной медали. Вы жалуетесь на потребительское отношение, мы жалуемся на то, что адвокату становится плевать. Хотя я понимаю, значит, есть действительно психологическая уловка. А если я приглашаю адвоката, я действительно считаю, что, наверное, он меня должен как-то... Ты знаешь, вот сами отношения, вот ты по отношению к адвокату, кем ты являешься, да, по гражданским делам? Ты доверитель, ты мой доверитель. То есть, а слово доверие, да, это же не пустой звук, как закон говорит. То есть, должно быть некое доверие у клиента к адвокату. Соответственно, если доверие есть, надо с человеком работать. Сразу радиослушатель пишет, прости, пожалуйста, просто это вот ровно, лыка в строку. Почему адвокат получает свои деньги независимо от исхода дела? Что за профессия такая? Независимо от результата труда, вознаграждение он получает. Люди приходят порой судьбу свою определять, а адвокат при виде клиента уже досрочные деньги считает, куда их потратить. Кстати, деньги... Вот в цирке, где я вырос, считалось, что считать деньги до того, как отработал, это очень плохая примета. Значит, начнем с того, что перед тем, как подписать адвокатское соглашение с адвокатом, вы определяете объем работы и стоимость этой работы. Именно как работа. Это работа в судах, это составление документов, это переговоры с обратной стороной, ну и вообще это созвон из клиентов. Это рабочее время адвоката, это его труд, это его, скажем так, профессиональная деятельность. Естественно, она должна быть оплачена и... Нет, если человек хочет каких-то гарантий, пускай заносит деньги судьи. Вот тут уже возмущается, судья деньги взяла, почему-то не отбил. После выпуска новостей продолжим. Ну что ж, продолжаем с Эльширом Захидовым адвокатом, московской коллеги адвокатов, обсуждать тонкости. И в настоящий момент мы пытаемся понять, за что вообще берут деньги. По идее, вот как наши радиослушатели советуют адвокат, да не советуют, а утверждают, адвокат должен работать бесплатно. Либо, кстати, за результат. Вот отличная форма, я тебя приглашаю. Алишер, пойдем пройдемся до суда, да? Будет все хорошо, я тебе денег, да. Я тебе заплачу, да. Вот твой как раз акцент как раз о многом говорит. Нет, нет, это, пожалуйста, это твое оценочное осуждение. Никакой 282-й статьи Мишич в эфире не надо. Я ничего не имел в виду. Хорошо, да. Значит, давай просто поговорим. Значит, слово «должен». Вот не люблю я это слово. Во-первых, никто никому ничего не должен. Именно поэтому адвокатов приглашают. Адвокату надо платить за реальную работу. За результат оговаривается желательно на переправе в момент подписания, желательно оговорить премию или гонорар сразу, потому что потом это может быть сделано очень плохо. Потому что клиент очень часто меняет намерение, меняет отношение к адвокату в процессе работы. Нравится, не нравится, спимая красавица. И адвокат точно так же меняет отношение. Адвокаты не вправе отказаться от оказания юридической помощи после подписания адвокатского соглашения, как велит закон. А вот клиент может сказать, все, не нравится, давай, давай, возвращай мне деньги, иначе сейчас в палату буду жаловаться, резнику буду на тебя жаловаться. А серьезно, кстати, можно такое сделать? Да. Значит, Кодекс профессиональной этики адвоката, 20-я статья, говорит о том, что на адвоката можешь жаловаться. Судья, его доверитель, то есть тот, с кем адвокат... А деньги-то он мне вернет, мне жаловаться, это я могу... Вот они и жалуются, вот поэтому палата и завалена жалобами. Либо другой адвокат, который участвует в процессе, все. Все иные люди, до свидания, не могут жаловаться на адвоката, дисциплинарное производство не возбуждается, все иные жалобы только в процессе в порядке отдельного гражданского судопроизводства. Вот, поэтому вот по поводу этого сказал. Теперь по поводу бесплатной адвокатской помощи. Очень часто приходят люди и не понимают, часто искренне, а часто лицемерно не понимают, за что я должен платить. Вот я же пришел к вам на консультацию, вы меня проконсультируете. Но, граждане, вы поймите, что такое консультация у адвоката? Это устное изъяснение основ законодательства применительно к вашей ситуации и рассказывает вам о том, в каком правовом поле вы находитесь с вашими проблемами в данный конкретный момент. Вот как красиво сказал, но тем не менее это правда. Вот если бы вы такие знающие, сведущие, я говорю, пожалуйста, вперед, Новоарбат, 15 километров юридической литературы на втором этаже, идите сами тогда. Ну, вам же легко, Алишер Юрьевич, но позвольте, адвокат, именно для того и учился, именно для того и овладевал знаниями, повышает свой профессиональный опыт, потому что он этим зарабатывает на жизнь. Это его хлеб, это его семья, это его ноги, ботинки. Нет, никто бесплатно, на самом деле, мне кажется, нет, а вот по результатам. Вот по результатам это тоже юридически неверный подход к работе. У меня был клиент, который, значит, пришел ко мне со своими ужасными документами, которые он сам составил, компенсация моральный вред 2 миллиона. Потом он пришел и говорит, вот давайте с результаты, я сейчас пишу компенсацию морального вреда 5 миллионов, я вам 3 отдам, а 2 оставлю себе. Ну, любой адвокат, который слышит меня сейчас, он понимает, что такие речи не имеют ни юридического, ни финансового смысла, поэтому я лучше возьму с него 40 тысяч. На час назад вернемся. Ты сам говорил, что сейчас вот меняются, но могут быть больше компенсации. Но если сейчас мне, допустим, сейчас, не дай бог, не про трупы говорим, например, за оскорбление. Оскорбление это 5 тысяч рублей сегодня. 5 тысяч рублей. Вот какой мне смысл приглашать тебя адвокатом? А я тебе объясню. А я тебе объясню. Значит, вот все, что касается оскорблений и личностных мотивов, то есть, что такое оскорбление? Это брань, это обращение выражено в неприличной форме, да? Ну, прежде всего, это, конечно же, нецензурная брань. Многие люди, особенно публичные, вот когда задевают такие процессы, они думают не о деньгах, они думают о том, чтобы выиграть дело и заставить человека принести публично извинения вот по такого рода моментам. То есть, и этого бывает правда достаточно. То есть, здесь не о деньгах идет речь. Хорошо, давай переформулирую. Ты же знаешь, что я занудов. Да. Кто кого перезанудит. Хорошо. Кстати, а насчет этого тоже говорят. Сейчас про интернет отдельно поговорим. Допустим, я в неком супермаркете, знаешь, в каком, не буду опять называть. Ну, просто надоело мне их уже, мертвого льва не пинают. Ну да, просто да. Покупаю, допустим, просроченный продукт и травлюсь таким, да? Присудят мне за это, даст Бог, ну, может быть, тысяч 15. Это если мне сильно повезет. А то и ничего не присудят, да? Ну, дай Бог, чтобы у тебя были легкие признаки отравления, потому что все зависит от степени. Нет, до степени трупа мы сегодня договорились. Да, да, да. То есть, у тебя слегка потошнило по голове. Ну, допустим, меня в больницу свозили. Ну, ты опять о болевой точке заговорил. Значит, вот на суде здесь таких делах, что надо доказывать, что именно съев котлету, купленную в этом конкретном магазине, от этой котлеты у тебя... Я даже знаю, как это доказывается. Дело не в этом. Я сейчас не хочу тянуть аппетитные подробности. Хорошо, хорошо, в обед. Не надо про собирание водных Мазда. Меня интересует другое. Если мне все равно присудить... Понимаешь, если ты говоришь, что морально мне важно, чтобы человек передо мной изменился. Да, прежде всего. Публичный выше. Мотивация только такая здесь, конечно. А в данном случае мне нужно, чтобы, во-первых, мне что-то компенсировали, потери для здоровья, моральные вреды. Плюс еще я как бы хотел, чтобы люди в этот магазин больше не ходили, но это уже такое желание. А ты берешь за это, грубо говоря, ну, условно, примерно 50 тысяч за то, чтобы написать иск и представлять меня в процессе. Так какой мне смысл это делать? Ну, значит, у нас есть статья о соразмерных возмещениях расходов на оказание юридической помощи. Это о чем говорит? Если адвокат грамотный и не жулик, и не злоупотребляет доверием клиента, он прекрасно понимает, что судиться с каким-нибудь супермаркетом, где компенсация морального вреда, вот, скажем, при легких делах, и дай бог, чтобы только такие были, ну, реально попросить не больше, там, 15 тысяч рублей. Это все правильно, да? Да. То есть я не могу попросить за эту работу 100 тысяч рублей, да, вот как адвокат. Я просто знаю, что вот при таких делах возместят максимум 15-20 тысяч. Ну, соразмерность должна быть, разумность и соразмерность. Я должен честно сказать об этом клиенту. Первый шаг. То есть, вот... И не входить в дело, потому что какой у тебя смысл работать? Конечно, не все дела имеют, скажем так, адвокатское наполнение. Я могу тебе сказать, ты знаешь, адвокаты разные, есть такие адвокаты, которые берут 100 тысяч долларов за работу, и даже больше. Но они должны сказать, ты знаешь, вот если ты хочешь, чтобы я работал, или тебе важен факт того, чтобы они в суде извинились перед тобой, и достаточно только этого, ну, ты должен знать, что если ты свои деньги заплатишь на меня, а я попрошу с тебя столько-то, ты этих денег не вернешь. Или вернешь, там, вот по моим оценкам, как адвокат, с учетом моей практики, практики моих товарищей коллег, там, 10-15-20. Ты согласен? Вот я тебя на переправе предупредил. Десятая статья закона защиты прав потребителей здесь говорит о чем? Что работает, что потребитель заблаговременно должна быть предоставлена полная достоверная информация, в данном случае, об услуге, обеспечивающая возможность его правильного выбора, иначе будет введение в заблуждение потребителей, и это еще масса других дел, тем более клиенты, обычно они такие бывают. Сейчас вот он не знает, а потом он знает, и так далее, и так далее. Поэтому, если он согласен идти, ну, пожалуйста, вот поскольку я в адвокатуру пришел с потребительской тематики, я тебе могу сказать, что потребительская тематика, она же такая мелкая вся в основном, то есть там цены исков. Пока да, но ты просто, видимо, заранее зашел на рынок в ожидании, когда у нас примут те самые степашинские поправки. Ну вот, у меня, да, у меня твердое мнение и ожидание того, что будет меняться судебная практика по поводу отношения к компенсации морального вреда, то есть физически нравственные, прежде всего нравственные страдания, потому что законодатель постоянно будет увеличивать понятие оценки личности, оценки прав личности, личных и нематериальных благ, доброе имя, там, и так далее, и так далее, и будет сдвиг, будет меняться компенсация морального вреда, но я сразу хочу предупредить, что сейчас опять сложилось определенное граждан людей, которые стремятся в судах зарабатывать деньги. Вот все должны понимать одну вещь, что в судах надо не деньги зарабатывать, а защищать свои права. И вот к твоему вопросу... Это потребительский терроризм, то, что называется... Потребительский экстремизм. То есть вот они ходят в суды зарабатывать деньги и часто говорят, что вот клиент у нас всегда прав, вот... Но я знаю, что часто у нас наиболее пострадавшее это турагентство, даже туроператоры, точнее. Да, 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 действительно, туроператоры и турагенты, но хотя сейчас по сегодняшнему закону... Туроператоры отвечают, да. Операторы за все, за весь туристский продукт, который они формируют, агенты лишь только его продают на режиме комиссии, агентских и так далее. Ну вот, большая группа людей, которые в суд зарабатывают деньги. Вот даже ко мне приходили люди, первый вопрос был, Леша, а сколько мы бабла на этом можем поднять? Вот первый вопрос, то есть у него в глазах там я говорю, до свидания, это не по адресу, это не ко мне, все. Поэтому вот если работать, то работать по такой... Но это же приведет, извини, вот с одной стороны мы, конечно, приветствуем повышение, а с другой стороны это приведет, знаешь, в Америке называется ambulance chasers. Это адвокаты, которые бегают за скорой помощью. То есть они вот бегут и видят, во, произошел несчастный случай. Есть маза подзаработать. Маза подзаработать, да. А есть адвокаты, которые специализируются, кстати, вот в России чудесным образом это избежали. Если ты читал, в Америке одни из самых громких скандалов, связанных с мошенничеством, они в основном на почве мошенничают со страховками, да, в которую включены этот спочек врачи, адвокаты и якобы... Сейчас у нас с тобой это 159-я какая-то статья. Сейчас это уже в уголовной кодексе. 159-я статья, это мошенничество. Мошенничество сама. А там еще пять или семь статей введены. Мошенничество в кредитной сфере, в области страхования. Это вот сейчас введено. Нет, дело не в этом. Мне сейчас не важно, что ввели, а важно, что была огромная лазейка. То есть когда, так называемый, no fault accident insurance, когда люди сталкивались с две машины, потом все дружно шли к врачам и получали по полной программе лечения. Вот сейчас, да, сейчас это у нас вот такие вот штуки получили уголовную квалификацию. Но у нас такого и не было, по-моему. Никогда не было, да. Потому что у нас не сильно заработаешь на этом. Дай бог там по страховке бы доказать, что ты не верблюд, потому что страховой рынок всегда колбасил, и позиции не платить, а платить только по решению суда. И вот эту тенденцию до сих пор никак нельзя переломить. Ну, может быть и слава богу. Да, да. А такие адвокаты есть, и они суетятся. Я недавно от знакомого банкира узнал, как называется 159-я статья среди банкиров и адвокатов. 159-ники? Нет, она называется мошонка. Мошенничество. Ну, наверное, да. Я надеюсь, я-то еще не запретил нам, президент Путин, говорить в эфире. Теперь я вот еще хотел сказать полминуты по поводу, значит, бесплатную адвокатскую помощь я сказал, оплаты с результата я сказал, что это аморально неправильно и непрофессионально. А, извини, перебью. А имеют право, на самом деле, люди, которые не могут себе позволить адвоката на бесплатную юридическую помощь, где они берут? Ну, адвокатские, по уголовным делам, так называем, 51-й статье, если там нет возможности. В уголовном праве действительно все следственные действия должны проводить в присутствии защитников. Многие говорят, у меня нет средств приглашать по соглашению, поэтому защитники приходят по назначению. То есть следователь, либо СУП, сами назначают, как я уже сказал, по 51-й уголовного процесса. И, ну, не хочу говорить плохо о коллегах, просто часто сталкивался с тем, что те, кто ходят по 51-й, они просто отбывают свое присутствие. Это не работа. Я думаю, что все-таки законодатель здесь что-то будет менять, потому что, ну, когда ты открываешь дело и ты видишь, что адвокат не заявлял там никаких ходатайств, никаких возражений, никаких замечаний. Ну, вообще ничего не делал. По-моему, просто вот рост черком пера там ставил, присутствовал и был придатком следствия. Кстати, вот вопрос, почему следствие, да? Адвокаты часто проигрывают перед следствием. Будем об этом говорить, нет? Да, конечно. Будем говорить, да? Потому что сейчас громадный перекос существует в сторону обвинения. Норма, записанная в уголовном процессе о том, что стороны обвинения и защиты равны перед судом, это, на мой взгляд, носит лишь декларативный характер. И то, что сегодня мы видим, когда следователи, прокуратура и суды часто сливаются в какой-то любви и понимании друг к другу. И адвокаты не присутствуют в этой любви. Именно говорит о том, что... Вот на твой вопрос, почему у нас только 3-2% оправдательных приговоров, да? И есть такая печальная традиция, если человека берут под стражу на стадии предварительного следствия, например, то это значит, что он уже сидит. И вот вчера я пытался отбить постановление суда о принятии меры пресечения о заключении под стражу в областном суде. И я сказал об этом в суде откровенно, что если сейчас мы не отобьем, это значит все, этот человек уже сидит, и ему, забегая там на 3 месяца вперед, будет уже реальная изоляция, и мне... После выпуска новостей, если не выдастся. Да. Ну что ж, вернемся в студию. Напоминаю, с Лиширом Захидовым адвокатом мы беседуем на различные юридические темы и о деньгах, естественно. Алишер, сразу вот несколько вопросов тебе хочу задать. Значит, вопрос номер один. Ну, то, что с оправдательными проговорами, это уже понятно. Да. Во-первых, адвокаты, которые умеют решать, решальщики, они существуют, у которых есть практически к любому сути. Да, ну, ты сам назвал это слово решальщики, да? Они существуют, это не миф. Решалы, решаловы, как у нас вот так вот на грубом языке народном их называют, есть, да. Ну, могу тебе сразу сказать, что те суммы, которые называются, те суммы, которые гуляют в народе, зачастую не то, что фантастически завышены, они даже попахивают обманом, потому что там просто голые-голые воды, мошенничество и развод. Да, вот не люблю я это слово, не юридическое, оно просто развод самое настоящее. Но ты тогда скажи, сколько на самом деле берут судей, пусть народ знает, что больше. Не, ну, я не хочу чернить судебный корпус, потому что, во-первых, у нас судебный корпус, правда, порядочный и высокопрофессиональные судьи, потому что отписывают решение, это не лезть там в судебный корпус, просто бывают всякие случаи, но я могу сказать, что это не правило, это лишь исключение и такие вещи, очень быстро обнаруживаются, и коллеги адвокат, судебные коллеги, все это на вылет работает, по позорищам. То есть в основном у нас это политическими и прочими. Я тебе даже могу сказать, что вот в бурные 90-е годы суды и прежде всего хозяйственные суда, арбитражные суды в подавляющем большинстве сохранили вот эту системность, принцип правовой определенности, судебной системы и, в общем-то, сохранили вот это доверие к себе, к судебной системе, вот невзирая на все издержки, слухи, мифы, поэтому я никогда не скажу, что это правило, а всегда буду говорить, что всякие факты это некие исключения. Ну я же не статист, Игорь. Ну как ты думаешь? Ну как я думаю? Ну вот постоянно, хорошо, подозовем это миф. Я тебе так отвечу на этот вопрос. Вот, скажем так, подкаты и напирания на судебный корпус разных сторон действительно есть, но все, конечно, зависит от личностных характеристик самого судья, его бесстрашия, профессионализма, честь и долг. Это, кстати, не пустые слова, я подчеркиваю, что честь, долг и доброе имя, это дорогого стоит, и многие этим дорожат, и никогда не пойдут там ради рубля и желудка вот заниматься всякими недостойными делами. Но при этом мы постоянно видим дела. Мы слышим, мы слышим, мы слышим, да. Но вот то, что слышим, здесь я тебе уже как адвокат скажу, потому что в чужом кармане оно всегда толще, да. И не только в кармане, да. Да, и не так, да. И когда вот слухи какие-то доходят, ты сразу делить слухи лучше на 30. Нет, ну извини, пожалуйста, если я вижу материалы дела и понимаю, ну, абсолютно любой грамотный человек, даже не обладающий юридическим образованием, а просто высшим, прекрасно понимает, что вот это не могло произойти просто так. Либо это политическое решение, либо это... Ну вот про политическое решение я охотнее поверю. Действительно, про политический ресурс, про давление там сверху, это, скорее всего, первично. Что касается финансового момента, ну, если это есть, то какие-то исключения. По крайней мере, я вот с такой надеждой работаю и... Ну, давно уже работаю. И хочется в это верить. И хочется в это верить, да. Мне это дают позитив, и не только мне, и многим коллегам. Да, бывают решения, скажем так, не в нашу пользу. Бывают решения, продиктованные там косностью, бюрократизмом, там, опять-таки, принцип правовой определенности. Потому что юридическая наука, она же ведь фресейская наука, по большому счету, да, за что ее всегда клеймили. Она вся построена на оценочных категориях. Всегда можно посмотреть на нее, и можно сказать, что ее повернуть вот так, какой-то момент, а можно повернуть вот так. А еще подлые журналисты, если в этот момент осветят... Да, а если... Или как ты это слово знаешь, не осветят, а подсветят, да? Подсветят, правильно. Подсветят, да. Слушай, времени так много остается, у меня куча вопросов еще к тебе. Ну, это здорово. Значит, последнее время огромное количество правовой неопределенности связано с интернетом. Что ты имеешь в виду сейчас? Я сейчас возьму только один аспект, да, в том числе сейчас пытались сделать закон о публичных людях. Вот я в интернете какого-нибудь высокопоставленного человека назвал каким-нибудь словом или выложил информацию о нем. Сейчас же вообще Лепс там кому пообещал колени переломать журналистам, которые собирают информацию. Речь шла о законе о защите информации публичной персоны. Например, вот я как радиоведущий, как телеведущий, я по идее публичная персона, и никто не может обо мне в интернете написать после этого гадость какую-нибудь, даже если она соответствует правде. Ну, общий порядок такой. Значит, если ты обнаружил в интернете на каком-нибудь сайте некую гадость, как ты говоришь, да, оскорбляющую твою честь и достоинство, на сегодняшний день это прежде всего статья оскорблении. Если это клевета, порочащая тебя в сведения, все что угодно, только надо иметь, что под сведением мы понимаем не некие оценочные суждения, опять-таки, которые можно уйти в область оскорбления. И компенсация морального вреда, да, защита чести и деловой репутации. Кстати, к тебе это относится, ты публичный человек, и, скажем так, вот твое слово, оно стоит чего-то, и да, это вот кто там говорит, а это тот, о котором столько что-то говорили. Вот оно, порочащие, да, сведения. А если для тебя это важно, ты всегда можешь заниматься в интернете же, во-первых, это все под псевдонимами, понимаешь, там какая-нибудь тупая курица что-нибудь напишет, или какой-нибудь альфа-павиант. Есть долгий муторный путь. А, кстати, тебе тут пишут, насчет квалификации коллега погорячился, конечно, арбитраж еще да, но гражданская коллегия, мировые, дальше многоточие. Пишет тебе коллега Олег. Ну, согласен, согласен. Может быть, я не буду спорить с коллегой, у него, может быть, свое видение. Значит, вот что хочу сказать. Значит, если ты видишь, что порочат доброе имя на сайте, пожалуйста, затевай судебный процесс, да, это долго, муторно, неприятно, но как только ты дело выиграешь, ты можешь показать судебное решение администратору сайта глазами приставов, руками приставов и сказать, удали эту информацию, удали эту информацию, и можно призвать к ответственности, к штрафам. Ты прав, я знаю, о чем ты говоришь, там, грубо говоря, там 5-6 строк, но у тебя займет это 5-6 месяцев движение. Да никому нафиг не нужно, кто же будет на это обращать внимание, но, я тут я с другой стороны посмотрю, я написал возьму там на каком-нибудь сайте, кстати, например, в живом журнале, потому что там вообще юридические казусы, они вообще все время ссылаются на американскую юрисдикцию, напишу, что лепс, и дальше какое-нибудь нехорошее слово, не бабником его назову, но просто напишу, что песни лепса мне, мягко говоря, не нравятся, а сам лепс бабник. А вот по этому новому закону, который, за то, что лепс грядет, грядет, да. Грядет, и лепс обещал колени поломать, один мой товарищ, кстати, гениально назвал статью про это, это линия колен, как раз. И никто не может написать про то, что песни лепса нехороши, или песни кого-то нехороши. Ну вот ты сейчас ответил на один вечный вопрос, что у нас обыватели часто путают артиста, не могут разделить артиста с личностными своими оценками. А суд-то тоже, и суд не может. Ну, что могу сказать, мне на Григорию песни очень нравятся. Да и мы не обсуждаем, это условный лепс. Да. Хочешь, я тебе рюмку водки на столе сейчас спою? Я тоже иногда люблю в караоке его по горлане, речь-то идет не об этом. Это просто было на слуху, что лепс об этом начал говорить. Это может быть государственный чиновник, это может быть любой кто. Ты не сможешь написать, что Виттель козел, потому что новый закон не позволит. Ну, что могу сказать, вот если такие люди увидят в его словах какие-то моменты, которые им не понравятся, конечно, они пытаются заработать на этом капитал, возбудить уголовное дело, напишут заявление в суд, что вот у меня, ну, как на меня, например, вот в одном процессе я просто не сдержался и прямо ему на два диктофона наговорил все, что я о нем думаю, так он попытался возбудить против меня уголовное дело и так далее, и так далее. Ну, да, бывает искрит в обществе, а все зависит дальше от дела выбора, если кто-то... Ну, как искрит в обществе? Есть вещи, по которым можно подвести все, что угодно. Под закон об оскорблении прав верующих теперь можно подвести все, что угодно. Под мат в СМИ не все, но тоже многое. Ну, подожди, ну, есть же понятие сдержанности, но я же не могу заниматься там хамскими, нецензурными высказываниями, которые действительно носят некие оскорбительные характеристики. О, а ты помнишь, что ты сказал час назад? Это же действительно так. Нет, ты помнишь, что ты сказал час назад? Помню. Стоят четыре мужика в курилке и выясняют, Сережа Бабник или Петя Бабник, чем курилка отличается от блога. Есть курилка, есть блог, а есть средства массовой информации. Так в том-то и дело, как каждый сам оценивает информацию о себе. Если там один может пройти мимо, грубо говоря, собака лает, караван идет, прошел и не заметил, и дальше пошел. Он четыре позитива сделает, чем будет в этот негатив ввязываться. А есть тот, который каждый раз будет выбрасывать красный флаг. Ну да, сейчас весеннее обострение, действительно, мы это видим постоянно и повсеместно. Ну что могу сказать? Вот приходят всякие адвокаты, которые рассказывают сказки, что мы их порвем на пиксели, заработаем кучу денег, давайте заплатите мне сто тысяч. Ну, эти люди сами становятся жертвами часто вот этих неблагородных ситуаций. Поэтому дело выбора за каждым. Какой арсенал? Это оскорбление, это клевета, это компенсация морального вреда, это защита чести деловой репутации, это установление факта недостоверной информации на сайте в интернете и требование удаления его с сайта, либо средств массовой информации. Слушай, к тебе тут письма повалились. А что думает гость относительно оплаты адвокатского труда через возмещение расходов на адвоката с проигравшей в суде стороны? По гражданским делам? Ну, я не знаю, тут не написано. И тут же второй вопрос. Пусть уважаемый гость расскажет, почему на адвокатские услуги не распространяется законодательство о защите прав потребителей. Деньги берут, изображают видимость оказания правопомощи. У нас с вами есть пленум Верховного суда, если не ошибаюсь, от 27 или 25 июля того года. Там четко сказано, что страхование адвокатские услуги регулируется отдельными законами. Ну, в данном случае закон об адвокатуре. А все, что касается потребительского законодательства, то есть только в части общих норм. Но там черным по белому сказано, что адвокатская деятельность не подпадает под сферу закона о защите прав потребителей, а регулируется специальным законом. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Вот он и говорит, деньги берут, изображают видимость оказания правовой помощи, ответственности никакой не несут. Ну, позвольте, вы можете, значит, 32 статья закона о защите прав потребителей, о чем говорит? Что заказчик в любое время может отказаться от услуги исполнителя, возместив последнему фактически понесенные расходы за данную работу по договору. То есть ты заплатил ему 100 рублей, адвокат, условно говоря, заключил с ним адвокатское соглашение, завтра ты с женой передумал, она говорит, какой ты дурак, что ты пришел к адвокату, забирай у него деньги. А он там уже, условно говоря, иск написал за эту ночь. Ну и пожалуйста, приходи там, я говорю, ну хорошо, давай оценим этот иск там, условно говоря, в 10, 15, 20 тысяч. Слушай, мне как жалко адвокатов-то, понимаешь, ты одного жена ночью пилит. Ну, наконец-таки на моей стороне. Да, одного жена ночью пилит, адвокат по ночам иски пишет, вообще жены для другого по ночам существуют. Ну, что сделаешь? Надо все успевать, надо делать все вовремя, поэтому так бывает. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот из последних принятых, у нас, я знаю, Госдуму обзывают бешеным принтером, из последних принятых Госдумой законов, какое может оказать самое тяжелое юридическое последствие для общества? Тяжелое? Да. Ну, в плане непроработанности, непродуманности и соответствующих их... Ну, вот сейчас уходит в прошлое многострадальный 94-й закон. ФСЗ, это то... Буквально 10 секунд осталось. Это то, на чем отмываются сегодня миллиарды рублей на госзакупках, на муниципальных закупках, на таджиках, на дворниках и так далее, и так далее. Вот сейчас 44-й закон, Путин подписал и пустил жизнь. Вот не ошибиться бы здесь с учетом 15-летнего негативного опыта, который был вот здесь. Вот если это действительно будет благо, то мы сразу это увидим. А хуже это будет только катастрофические последствия. Ну, что ж, на этом мы и подходим к концу. Напомню, у нас в студии был адвокат московской коллегии, адвокат Фалишер Зайхидов и я, Игорь Виталь. Всем удачи. Завтра в то же время.